Стой, подожди. Это не реклама, это небольшое превью. Перед тем, как ты посмотришь третью часть моего концерта, я просто угораю. Послушай меня, ладно? Кстати, посмотри первые две части, потому что они тоже как бы, ну, из этого концерта. Концерт записан еще в мае 23-го года, но я писал его так, чтобы он был актуален всегда. Ну или хотя бы в октябре 23-го года, когда я его вот только что выложил. Во время съемки в зале были русские, украинцы, белорусы, казахи. Ну, короче, все, кто понимает русскую речь. Вообще, этот концерт, он не про Россию, а про весь мир через призму России. Эти шутки не для того, чтобы кого-то обидеть, но если вдруг ты обидишься, то обязательно досмотри этот концерт до конца. И, возможно, тогда ты обидишься еще сильнее. Это выступление полностью проверено юристами, так что его можно лайкать, комментировать, репостить друзьям, подписываться на мой канал, следить за моими другими выступлениями, ну и ходить на мои концерты. Так, смотрите. Я хочу, чтобы вы запомнили. Я... Вы должны это запомнить, потому что сейчас я буду поднимать вообще абсолютно разные темы. Это и политика, и говно. Ну, хотя это одна и та же тема, да? А вы замечали, что когда кто-то говорит про политику, как будто пердит кто-то. Есть такое ощущение? Ты такой, блин, мы стояли, нормально разговаривали. Ну, прям вот при всех. Ну, пап. Не один раз так достали новости, что я улетел просто в тайские джунгли, поняли? Снял себе домик там, сижу в джунглях, и в какой-то момент из кустов выходит тайец. Я и так обосрался. Я думал, он скажет, ты слышал, что Песков сказал? Мы комики, мы шутим над темами, где умирают люди, не потому что мы хотим занизить отношение к этой теме, а потому что мы хотим разрядить напряжение, которое эта тема создает. А нас могут за это посадить в тюрьму. Мы как проститутки. Они тоже снимают напряжение и садятся в тюрьму. Сначала на член, а потом в тюрьму. И я даже решил взять консультацию у юриста, потому что я не хочу сесть в тюрьму, а потом на член, да, получается. Смотрите, я год назад прилетел в Таиланд и снял себе жилье. У меня каждый день, каждый день под мои окна приезжала машина, которая выкачивает говно. Каждый день. Просто по шесть часов вот это вот... Шесть часов. Меня один раз это так затрахало, что я не посрал. Просто, чтобы они уехали как можно скорее. И оказалось, короче, что в этой гостинице живут только русские. Я это понял, потому что немного знаю русский язык. И когда я узнал, что в этой гостишке живут только русские, я подумал, а может быть туда приезжает говно не выкачиваясь, а наоборот нам закачивать. Ну что ж, вот мы с вами плавно и перешли в тему русофобии. Вы поняли, да? Я бы сказал, жиденько. Появилась новая тема «Ненавидеть русских». Вы, наверное, слышали, да? Это ужасно. Согласны, Свет? Это ужасно. Просто ужасно. Но давайте будем с вами честными. Не такая уж это и новая тема. Что-то не помню, чтобы нас с вами любили. Не помню вот этих фраз. Вы знаете, такой чистый пляж стал, потому что русские приехали. Нас же почему в общественных местах просят застегнуть рубашку? Потому что у нас ебать какие красивые тела. Просто. Это про нас же вот эти вот все истории, что русские набухались и так сильно обнимались, что аж до крови. Это же про нас. Мне кажется, на самом деле мы начали замечать, что про нас говорят из-за спецоперации. На самом деле про нас много чего говорят, а мы не замечаем. Например, многие считают, что у русских огромный член во рту. А, или вы смотрите, да, новости иностранных? Я считаю, что, знаете, нам не хватает немножечко самоиронии. Реально, не хватает самоиронии. Потому что когда про нашу нацию шутят, мы сразу начинаем защищаться. Мы такие, ты что охренел? Шутить про нашу нацию. Мы что, более дерьмовые, чем другие нации? Но это не может быть так. Не можем мы быть более дерьмовыми, чем другие нации. Потому что все нации дерьмовые. Вообще все... Все нации дерьмовые. У любой нации есть какие-то странные привычки. У любой нации есть бесячие законы. Любая нация жопу рукой моет. Реально? Любая. Я вообще, знаете, я вообще считаю, что нет отдельных наций. Есть просто люди. И цыгане. Список окончен. Чтобы у вас не было никаких сомнений в том, что я люблю Россию, вот вам интересный факт. Когда ты прилетаешь с южных стран в Россию, начинается какая-то херня с организмом постоянно. У вас тоже? У меня просто лезет перхость, вылезают прыщи, на руках образуются цыпки. Знаешь, что такое цыпки? Это когда у тебя настолько сухие руки, что там появляются маленькие вагины. Вот что это. Реально, я в России постоянно хожу в перчатках, потому что я боюсь, что кто-нибудь меня член в руку сунет. Понимаете? На всякий случай. И несмотря на это все, я все равно в Россию возвращаюсь. У меня есть дружище. Я ему говорю, братан, приезжай в Таиланд. Я тебе столько мест покажу, таких классных. Он говорит, давай лучше ты к нам на родину. Тут еще столько мест неизведанных. Мне не нравится, как вот люди стали относиться к слову родина. Что для них это то, что начертили линиями на карте. Почему? Лава миллиарды лет не извергала же специально. Типа, вот тут у нас будет Казахстан. Тут будут бегать пони, все будут курить гидропоник. Ну, нет же. Объясню. Смотрите, я сам из Самары, а жена переехала ко мне жить из Хабаровска. Хабаровск находится от Самары за 7 тысяч километров. А Таиланд находится от Самары за 6 тысяч километров. То есть чисто геометрически Таиланд мне больше родина, чем Хабаровск. А я был в Хабаровске. И, если честно, не Мальдивы. Даже море не вытягивает Хабаровск. Потому что оно во Владивостоке. Я вообще узнал про Хабаровск в первый раз, когда я начал зарабатывать пятитысячные купюры. И когда я увидел Хабаровск на пятитысячной купюре, я подумал, это знак. И начал копить на Таиланд. Прямо сразу. Прямо сразу. Смотрите, по поводу территориальности России. Значит, Россия длиной 9 тысяч километров с востока на запад. С востока на запад. Не с севера на теплый, потрясающий юг, а с востока на запад. Что не так с нашими предками? Почему они шли и брали земли, которые не плодородят 9 месяцев в году? Это что за прикол такой? Не, может, они и шли на юг, но просто отвлекались на бананы. Ух ты, ёп ты, желтый огурец в натуре. Да еще и сладкий. Слушайте, вот при всем уважении к нашим фруктам. Какой-нибудь Антоновке. Ну вы ели папайю? Она же со вкусом спелого оргазма просто. Она переваривает белки и детские обиды. Она избавляет от изжоги и желания есть Антоновку. Понимаете? Я понимаю, в чем дело. Я думаю, дело в том, что папайя растет рядом с морем, а Антоновка на говне. Я не хочу сказать, что что-то хуже или лучше. Я хочу сказать, что это все наше. Это все. Мы тут на этой планете родились. Понимаете? Может быть, просто тогда нахрен уберем все границы. Уберем границы. Давайте. И так уже все расы перетрахались. Реально. Уже все. Ну реально. Ну нет же такого, что кто там родители двух разных рас родили ребенка, и у него четыре ноги. Или лицо со вкусом чеснока. Нет. Вообще, какие-то потрясающие, красивые. Очень красивыми считаются метисы. Реально очень красивыми. Настолько красивыми, что их даже не принимает ни одна нация. Вы понимаете? Смотрите. Я недавно наткнулся на видео в интернете. Значит, камера снимает какой-то остров в океане. Отдаляется немного назад. Видно размер Земли. Рядом появляется Луна. Отдаляется еще назад. Видно другие планеты. Потом отдаляется еще назад. Видно Солнце. Потом еще назад. Наша Солнечная система. Еще назад. Наша галактика. Еще назад. Миллионы галактик. Я подумал, вы представляете, насколько много неизведанных и потрясающих мест там. Но при этом всем нам нужен Херсон. Я считаю, что когда есть границы, это и есть нацизм. Границы — это равно нацизм. Потому что ты отделяешь своих от чужих. Понимаете? И ты один так считаешь, брат. Я в себя верю. И если ты переближешь границу, то тебя могут за это застрелить. Почему? Они говорят, потому что это наша земля. Тут умирали наши предки. Теперь я тут умер. Тут мои дети будут жить. Уебывайте нахуй. Вот что я имею в виду. Еще, знаете, очень много говорят про то, что вот в Америке плохо жить. Или в России плохо жить. Вообще везде дерьмово жить. Потому что в Америке отменяют людей, которые что-то сказали про меньшинство. А в России отменяют людей, которые что-то сказали про правительство. Это даже не шутка. Просто два факта рядом стоят. В Америке темнокожие грабят магазины. И им за это ничего нет. А в России депутаты грабят народ. И им за это ничего нет. Потому что жизни депутатов важны. Но хочется, на самом деле, ради справедливости сказать, что, конечно же, депутаты очень похожи на темнокожих. Потому что у них всегда есть кокаин. Наше правительство против геев. И на самом деле их можно в этом понять. Потому что они родились и выросли в такой стране, в которой официально даже секса не было. В такой стране, в которой жопа была нужна уж точно для того, чтобы в ней писи была. Там жопа была нужна, чтобы в ней народ жил. Все говорят, знаете, вот типа, если ты не поддерживаешь Россию, то ты за Америку. Нет. Америка пусть в жопу идет. Пусть идет в жопу. Реально. Вот вы же знаете, что, начиная с Первой мировой войны, Америка всем дает кредиты, чтобы все воевали. А потом дает кредиты, чтобы все восстанавливались. Помните же вот этого в американском фильме «Час пик»? Ну кому нужна война? США, конечно. Как думаете, Соловьев меня позовет к себе на передачу с этой песней? Но я сюда вышел не просто, чтобы сказать, что Америка гондонная. Я хочу сказать, что каждый раз, каждый раз, Афганистан, Чечня, Грузия, Чечня, Грузия, Сирия, Украина, каждый раз нам говорят «наших бьют!» и мы просто врубаем свою варварскую кровь, несемся туда, в этот соседний двор. Вот давайте честно, вот хотя бы раз кому-нибудь из вас кричали «наших бьют!», «ты бежал туда» и все было заебись. Все заканчивалось очень хорошо. Был? Каждый раз у кого-то уголовка, у кого-то условка, у кого-то Путин-Вовка. Вот такая. Такая ситуация. Мне кажется, мы нас поняли, у нас просто махач в соседнем дворе, постоянно махач в соседних дворах. Нам, чтобы нас разнять, нужна какая-то бабка. Поняли? Вот эта бабка, которая всех разнимет. Китай. Китай, мне кажется, отличная бабка. Она там что-то шьет постоянно, да? По дешевке продает. Недавно чуть от ковида не умерла. Прям вот. Идеальная бабка. Я считаю. Еще, знаете, говорят, если бы не мы, то воевали бы наши дети. То есть, не мы. Меня все устраивает. Говорит, если бы не мы, то воевали бы наши дети. Я говорю, какие ваши дети? Пап. Вот вы и не воюете. Сидите возле телека, смотрите, как воюют ваши дети. У меня отец прям ненавидит США. Прям ненавидит. Я думаю, а что ты так ненавидишь США? Это же они так раскрутили эти кредиты, на которых ты двигаешься последние 30 лет. Вы же там вместе за эту движуху. И я понял. Знаете, меня что больше всего бесит? То, что нас с вами заставляют выбирать среди двух позиций. Хотя бы раз вас заставляли выбирать среди двух позиций. И вот одна из них была, ну, прикольная. Ну, у тебя говорят в детском саду, ты будешь кашу с комочками или суп со вкусом столовой. Правильно? Или вот 18 лет тебе исполняется, говорят, в армию или в институт. А я... Можно трахать просто кого-нибудь буду? Ладно, я понял. Нужен какой-то простой, обыденный, жизненный пример. Смотрите. Когда заходишь в тюрьму... Те говорят. Стоит два стула. На одном пике точеные. На другом хуи драченые. На какой сам сяешь? На какой мать спасать? Стул с пиками точеными — это за Россию. А стул с хуями драчеными — за Америку. На одном по факту ты сидишь, на другом мать. Как правило. У меня есть ответ на это. А можно я не буду сидеть? Можно я постою где-нибудь вне тюрьмы? Пожалуйста, очень... И несмотря на то, что ты не хочешь никого поддерживать, ты не можешь не участвовать в пропаганде. Почему я не могу использовать какие-то буквы или цвета, не подразумевая под этим ничего? Вот буква С. Она же просто потрясающая, да? Ее используют как логотип вообще разной компании. Зоро писал букву Z. Даже этот автомобиль, автомобиль Opel — это буква Z. Получается, на Opel сейчас можно нормально ездить только по России. Ну или если ты Zorro. Получается больше... Или, например, вот синий-желтый цвет. Да? Какое прекрасное сочетание. Очень крутое. Но если ты в России надеваешь что-нибудь желтое, большое, например, куртку, то обязательно, сука, где-то синий закрадывается. А ты заметил это где-то уже на Красной площади. Поняли? А можно на меня будут пальцем показывать, потому что я прикольно выгляжу, а не потому что меня в ментовский бобик засовывает, а? Я подумал, чтобы вот все эти люди, которые двигают эту пропаганду, чтобы они с ума сошли. Знаете, что надо сделать? Надо букву Z желто-синим цветом написать. Пусть они... Можно просто Opel обклеить этим синим-желтым. Может быть, это и будет Бандерамобиль, про который нам так рассказывают. Слушайте, я на самом деле вообще, чтобы вы понимали, что вообще против всех позиций, я недавно смотрел Дудя, и он говорит, что нужно перестать общаться с теми, кто поддерживает действия России. Я подумал, перестать общаться с мамой. Слушайте, я как комик всегда очень хотел попасть к Дудю, вот. И все еще хочу к нему попасть, чтобы спросить. Юр, ты че, говна въебалши? Ну, реально. Я просто считаю, что в первую очередь нужно быть не русским, а человеком. Будьте человеком, а то поебало получится. Такая вот у меня просьба есть. Это еще не все, но мы уже на финишной прямой, ребят. Давайте. Слушайте, я вообще, знаете, против любого контроля. Любого контроля. Вот, например, паспорт. Это что, блядь, такое? Это документ на меня? Я вам че? Телефон, что ли, блядь? Вы мне, типа, продать можете? Или че? А где моя коробка тогда? Только в конце жизни выдадите. Я не понял. Я понимаю, паспорт — это документ, который подтверждает, что это я. А я тогда — это что? Документ, который подтверждает, что это паспорт, бля, я не понимаю. Ладно, давайте так, вот честно только. Вот хотя бы раз был у вас такой, что, бля, паспорт — это вообще крутая тема. Ну, кроме того случая, когда вам его выдали, и вы такие, ну, буду хуярить жестко вообще сейчас, держитесь. Когда друзья у тебя увидели, что у тебя в конце цифра 9, такие, 9 литров, бля, будешь проставляться. Смотрите, мне 31 год, и я понял, что я в последнее время старею. Потихонечку, помаленечку старею. Я это понял, когда вот 10 месяцев назад плавал на байдарке, и у меня до сих пор рука болит. Поняли? Вот настолько. Недавно у меня заболели колени из-за того, что я ими долго ничего не делал. Вот такая хуня была. Ну, это нормально. Нормально, что ты... Все после 25 лет стареют. Все. Потихонечку настареют. Все. Кроме Путина, по-моему, да? Он стареет после 25 лет у власти, походу. Мы скоро увидим. Но мне кажется, нам даже не разрешат говорить, что он старый. Нам нужно будет говорить, ему сделали спецоперацию. Путину 70 лет, и есть люди, которые желают смерти Путину. И мне, блин, мне так тяжело это всегда слышать, потому что моему отцу тоже 70 лет. Я смотрю на Путина и на отца, и не понимаю, как вообще можно управлять страной в 70 лет. Там телом-то не всегда получается. Реально, Путин по 6 раз в день куда-то летает. Мой отец заебался идти из комнаты в кухню. Путин 5 часов в прямом эфире отвечал на вопросы. Мой отец в это время уснул. Вот так вот. Многие подозревают, что у Путина тремор. Я знаю, что такое тремор, потому что у меня у отца тремор. Кто не знает, это когда у тебя трясутся руки. Кроме тех случаев, когда ты переписываешь Конституцию России. Я просто угораю, вы поняли? Не, не поняли. Ну, вкуснее. Надеюсь, на видео понятно будет. Короче. И у меня знакомый очень сильно топит за Путина. Прям сильно топит за Путина. Прям сильно. Прям так сильно топит за Путина. Я думаю, ну у нас демократия в стране. Хочешь топить за Путина? Топи за Путина. Хочешь за Путина топить? Топи за Путина. Любой вариант за Путина твой, братан. Вообще. Вот какой есть, любой выбирай, братан. И он так сильно топит за Путина, так сильно, что решил даже снять видео в поддержку Путина. Чувак едет на девятке и в руках держит флаг. Огромный. А на флаге фотография. Как вы думали, кого? Путина. Конечно, Путина. Но не просто Путина, а Путина в черных очках. Поняли? Я думаю, это вообще что такое? Это видео в поддержку президента или это новая серия реальных пацанов? Что это? Что мы смотрим? Я когда был в Таиланде год назад, возвращался в Россию, пишу в сторис, могу привезти технику Apple со скидкой 30%. Он мне пишет, а почем будет новый iPhone? Я думаю, ну вот это ты тип, конечно. То есть ты так сильно топишь за Путина и готов купить продукцию компании, во-первых, которые содержат не друзья Путина, а во-вторых... Компания, в которой вот все деньги идут в Америку. Знаете, это как быть против убийства животных и выходить на пикет против убийства животных в кожаной куртке. Перед этим съев бифштекс, чтобы было больше сил держать транспарант с фоткой коровы. И при этом всем, как бы вот он сильно топит за Путина, и при этом всем он нюхает наркотики, представляете? Как такое может в одном человеке выживаться, я не понимаю. Может он дорожки буквы Z рисует, я не знаю. Картой мир. И у меня есть знакомый, еще один. Он тоже очень сильно поддерживает Путина и барыжик марихуаной. Что за электорат у Путина такой, я вообще в шоке. Одни торчки просто. Депутаты, может, я не знаю. Короче. Я, говорит, хочу защищать Россию в Украине. Поехал в Украину по своей воле. Прям сам захотел. Я надеюсь, у него, знаете, у него миротворческая миссия. Я надеюсь, он туда поехал не из автомата стрелять, а водники заваривать. Вот. Реально. Может быть, поэтому они несколько месяцев не могут с места сдвинуться. Они такие, да нахрен надо, давай лучше в Xbox. Ну, в натуре, ну, я на самом деле не верю новостям. Я надеюсь, самое страшное, что там происходит, это кто-то говорит, ебать, меня убило. Вот и все. Это... Надеюсь, это самое страшное. Я ему говорю, братан, зачем ты это делаешь? Он говорит, я хочу менять этот мир. Я говорю, ну, может быть, какими-то более лояльными способами. Творчеством, например. Он говорит, пойми, когда ты против Америки, тебе не победить рисованием. Неплохо, да? Но я подумал, а что же вы тогда постоянно границу в новом месте рисуете? Я вообще подумал, знаете, а что это за херня? Почему мы, обычные люди, должны брать в руки автоматы и решать проблемы, которые они там наверху не могут решить? Может быть, это они будут между собой решать эти проблемы? Реально, этот Байден, да? Что-то сказал Путину. Они вышли на ринг и бьются за пояс из собачьей шерсти. Ну, реально. Потому что, ну, просто если объективно посмотреть, Путин старый для президента, да. Но если это так, то Байден для президента умер уже. Есть же такое ощущение? Реально. Если мы хотим быть лучше, чем Америка, мне кажется, нам нужно сделать президентом Жириновского. А? Давайте сделаем. Это будет круто. Тогда мы точно их прям в этой гонке, в холодной этой войне победим. Я вообще не понимаю, почему правит один человек? Почему 21 век на дворе с сих пор правит один человек миллионами людей? А? Почему? У нас же даже есть поговорка. Одна голова хорошо, а две лучше. И вы хотя бы раз видели двухголового президента? Я что-то... Я раньше думал, что Ким Чен Ын двуголовый президент. Оказывается, это подбородок. Он просто жирный пиздец. Вот это что. Почему у нас, типа, в стране, знаете, один человек правит? Почему у нас так двигают тему семьи? Есть один мужик, батёк. Я понял. Вот этот жёсткий тип, который... Так, не дай бог я узнаю, что ты пидор. Я тебя, блядь. Я понял. А где мама? Где добрая мама? Я раньше чисто по вайбу думал, что мама — это Медведев. Но потом мама установила Телеграм. Если честно, мама такое писать не может. Я вообще, кстати, смотрите, я не понимаю, почему предъявы только одному Путину. Почему? Все президенты никакие. Не понимаю, почему предъявы только Путину, поэтому несколько шуток про разных президентов. Вот ваши аплодисменты. Поехали. Недавно был на распродаже и нашёл там Зеленского. Вот. Собственно, такая есть. Говорят, что Зеленский просто пешка в этой игре. И я так понимаю, дамка. Скорее всего, так. В Англии нет президента. Но он пидор. Вот такая вот шутка есть у меня. Вы, наверное, видели эти видосы, когда Байден оборачивается и вот жмёт руку воздуху. Видели? Наверное, когда, да? Вот. И я думаю, что, скорее всего, он просто пытается ухватиться за воздух, потому что лёгкими не получается уже. Вот. Либо он здоровается с теми, кого мы уже не видим, а он уже видит. Он здоровается с Жириновским. Потому что тот скоро будет президентом, а Байден мёртвым. Обменивается, в общем, опытом. Вот, смотрите, вот сейчас большая проблема для всего мира. Нам нужно всем объединиться. Давайте объединимся против президента. Давайте. Их всего сколько? 200 стран? 200 человек. А нас, блядь, 8 миллиардов. 8 миллиардов. И почти все из нас китайцы. Но это похер. Мы... Давайте. Давайте просто объединимся. Реально. И просто ничего, ничего. Вот они что-то говорят, мы ничего не будем делать. Нам, славянам, вообще не привыкать. Мы, блядь, и так нихуя не делаем. Просто чуть сильнее ничего не делалось. Просто все вместе. Разом. Не одна страна. Прям все вместе. Ну что там сможет делать? Стоит он в своем пиджачке в этом, в туфельке этой. Слушайте меня. Не буду я тебя слушать. Иди нахуй. Давайте реально все просто пошлем их нахуй. Все вместе. Как вам такой вариант? Они точно нас услышат. Нас 8 миллиардов. Давайте все вместе. На счет раз, два, три. Вы готовы? Раз, два, три. Да. Мы сняли это на камеры. И вам всем пизда. Все. Ну что же, вот и подошла к концу третья часть моего концерта. Я просто угораю. Было сложно. Кроме того, что я писал шутки и жил эту жизнь, в которой писал шутки, я почти все делал своими руками на постпродакшене. Но отдельное спасибо моей жене, всему объединению, стендап-пукет и съемочной группе. Ссылки оставлю в описании. Если ты считаешь, что мы все еще не достойны твоего лайка и комментария, тогда дай бог тебе здоровья, чтобы у тебя в жизни все получилось.